Потрясающую бицуху Номанс. Запускайте в чат мне бицуху Номанса. Что? Без комментариев, что делает Номанс. Я надеялся, я надеялся, что он поцелует свой бицепс, но вместо этого он сделал что-то хуже. Он передумал по ходу, видимо, этого процесса. И, конечно, самое время вот на этой потрясающей, гениальной ноте от Номанса передать слово нашим коллегам и узнать у них, что же делал Номанс, а самое главное, зачем. Первая игра, поехали. Здравствуйте, дамы и господа. Вряд ли мы вам расскажем, что и когда делал Номанс, но так или иначе у нас шестой день континентальной лиги. Это второй день третьей недели. Мы уже перевалили за первую половину сплита и готовы к первому матчу сегодняшнего дня. Будем наблюдать за воевитесами. Здравствуй, Юра. Зрителям тоже привет. Наблюдать за воевитесами у них обновление на верхней линии. Уже второй матч свой будет играть Интегрейшн. И вчера вполне неплохо она на Людсане своем откатала на верхней линии. Я бы вообще, знаешь, Юрий, я бы вообще триггеры бы вернул на верхнюю линию, дал бы ей в руки Джарвана с копьем, а Интегрейшн отправил на бот и Триану бы на саппорты. По крайней мере, вот, знаешь, вот такое бы расположение, пора лямба, я бы попробовал в уевитесах, потому что Интегрейшн... Может быть просто топера отправить Интегрейшн на Адекерри, а Триану на свою роль, в которой она пробовала в уевитесах сколько-то, два года? Нет, 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 но, 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 но. И вполне может неплохо сработать. Интегрейшн хорошая на вусте имеет, очень хорошая. Банится Лиссандра, банится Севир. Забанен ли будет Люцан? Пока что нет. Смотря на всего одну игру на Люцане сыграла, причем самую первую, и я у нее спрашивал, почему, где Люцаны вообще? Где Люцан, он сказал, что Борис запрещает пока. Борис не дает взять Люцана, хотя она говорит, что у нее неплохо на этом чемпионе получается. Так что на Люцане пока не поиграть. И Джинкс мы от нее видели, и Севирки, и чего только пока не было. Пикаться Блицкранк ферст пиком? Ничего себе. Сразу вот так для Сантоса. Но почему нет? Сантос любит этого героя, много играет, не только. Моргану забанили? Взяли Люцану. Видишь, какая многоходовочка от Вегас Квадрон? Что сказать? Взяли Блицкранка. Да, и Моргану забанили, взяли Блицкранк. Чтобы не законтрили обратно. А вот и Джарван, Юрий, появляется. Тот самый, который ты проучил. Мы знаем, в чьи руки чемпион отправится. Пока это неизвестно. Может быть, это Майнгейм? Ну, это Флекс явно. И Мисс Фортуна. Чем будет отвечать Бот Лейн, кроме Блицкранка? Ну, вообще, Мисс Фортуна не самый мобильный герой против Блицкранка. От куков сложно уворачиваться. Трандл Камила. Босс прям в слепую выкатывает. Свой пик. Как и ананасит. Ну да, любимый герой для двух этих игроков. Что Босс на Камиле Джей Сефиор. Это трипла его самая лучшая и самая эффективная. Раньше была, сейчас он, конечно же, обзавелся широким чемпион-пулом. И никаких проблем с этим нет. Мы не в 2016. Ну, вот, говорил Денчик, что у Босса до сих пор некоторые проблемы есть. Ну, пока, по крайней мере, мы с этим еще не сталкивались. Мы не наблюдали, где его отбанят и отпикают еще сверху. Потому что, ну, там, вчера очень много. Три, вроде бы, бана была в топе Денчика. МФ Браум на нижней линии, Дмитрий. Что скажешь? Ну, мощно, мощно. Нет, Браум МФ это сильная линия против, тем более, Блицкранка. Сложнее ему сейчас будет играть. Но МФ все так же немобильная. То есть, Браум должен хорошо своего стрелка защищать. Их укинуть на себя принимать. Иначе будет очень опасно. А вот КВАДшник уже век себе доберет. Древен, вообще, наверное, неплохо зашел. Как раз таки, вот, тут прям очень мясная линия будет на нижней части карты. Так что, пока все неплохо. Зет и Изриэль. Зет, кстати, да, Номанс просто отмечал. Я, насколько помню, где-то в интервью, что Зету набафали. Теперь он хочет на нем играть. Когда Зет был исторически в мете, Номанс, кстати, не особо горел желанием на нем играть. У него другие пики были по типу Дианы, Владимира и Арианы. Да, там были с Улукой игры на сзади. Но вот в про-матчах он как-то не особо горел желанием вообще на сзади играть. Митрий банится, Мальфит. Да, Камушек, ну, Юрий, я не знаю, как бы ты показывал, что Камушек Мит, он жив. Камушек Мит, он живее всех живых. Вот, и тут понятно, что Вега Скадрон, она наблюдает. У них есть скауты, которые все эти пики проверяют. Камушек Мит, Мбай, все. Главный скаут на сцене стоит сейчас. А смотри, что у нас происходит. Опять Люцан на верхнюю линию забирается у Веги. Не будет уже как минимум одного агрессива. Ага, так это Близскранк и Мордок Айзер вообще на нижней линии. Это очень интересная связочка. Такое мы видим очень редко. Последний раз я видел Мордок Айзер на нижней линии. Причем в сбойке через тройственную связь это вообще на квалификациях Open Cup'а было. И команда Slayer играла. С Зигз берется на среднюю линию. Для Номанза, да. Будет закидывать гранатами. В последний раз условия Бориса угрозы по отношению к Wild Ferry были следующие. А, да. Это за шуте поиграть на Катарине, но трансфер шоком на Вест. И? Условия, я так понимаю, приняты. Да. Окей. Нет, тогда было. Это уже новый раз за Катарину. Катарина в этот раз будет играть не против Зеда и не против М19, где Крео и Бластинг постоянно на Твиче приходят и на центральной не мешают играть Катарине. Теперь против Зигза легкий матчап. Самая жесть на нижней линии здесь. Да, да, да. Нижняя линия прям мощная будет. И на топе тоже нужно аккуратнее, потому что Ананасик уже показывал на Open Cup'е, что когда боссы контрпикуют этими лицами, а боссы играют на Иреле, здесь, в принципе, чемпион тоже, как и Иреле, схож. Есть контроль на уже на левел 2, и можно с лесником разыгрывать. И там было Сиджуани у Ананасика, здесь у него Трандл в руках, и еще легче будет от Валюциана убивать. Поэтому нужно быть аккуратнее, чтобы Миралу помогала в верхней линии либо своим присутствием, либо каким-то Виженом, тотемами. Ну или Интегрэйшн должна как-то 1-2 справляться против Вига Складрон. Получится у нее это или нет, мы уже знаем. Вообще все три линии агрессивные у Ви Виктис, и Люциана Топи, и Катарина в миде против Зигса. Очень такой неплохой матчап. Зигс поначалу против Катарина так-то максимум только пополкать. Может и рассчитывать на Лесника. Может вначале ее поднапрячь, но Катарина там на первом уровне, она же... Какая у них задача? Кидать клинок, добивать миньонов, ждать пока второй возьмешь. Там прополкать можно вообще и убить. А вот когда третий уже, уже другая история, когда можно прыгать. Ну и на боте, да, и Мисс Фортуна Браун против Мордокайзера. Вот Мордокайзер все, конечно, испоганил нижние линии Ви Виктис. Да, но если Мисс Фортуна ловит хук от смерти... Это да. Ну скачок поначалу, скачок исцеления, а второй хук, да, будет уже смертельный. И посмотрю вообще, с какой айтемизацией гаджет будет играть. То есть мы видели даже АД айтемизацию, очень странную, строительным союзом и танцем смерти. Я все-таки, наверное, рассчитываю на какую-то ап айтемизацию по старинке. Там Релай, Мучение Леандри и понеслась. И понеслась. Со Стражем, естественно. Хотя тут что выберет сам гаджет. Вообще Страж по стандарту. Два Таргона. Да, два Таргона. Будут нас или нет, Дмитрий? Ну вообще должны. Ну то есть как бы базово так все делают. Ну и полетели. Нет, берется все-таки темная печать Мордекайзером. Вега Сквадрон против Викки Се Спортс. О, подцепили здесь Мерао. Ловит Мерао, это минус Мерао. Очень неприятный момент. Но такое нужно ожидать. То есть нужно поаккуратнее позицию занимать. Тем более против Близскранка. А он может и инвейдить, и позиции занимать. И первую кровь Дмитрий берет Зикс. Кстати. Но он еще на базу вернулся, еще темную печать. Темную печать докупил Дмитрий. Ну да, Вайлот Ферри, конечно, не везет в этом плане. В первой игре ее кемпили втроем. В этой игре фпшечка от Мерао заехала в копилку Номадзу. Просто темная печатка, конечно, от него не очень. Дестагрейш уберет, кстати, введоносная серия. Она, я так понимаю, вдохновение ветка. Наверное, тоник, печеньки там закупилась. Либо сапог бесплатный. Но тоник, наверное, точно есть. Чтобы сустейна побольше против Камилы иметь. Тем более у Камилы один меч. Не дронщит, а даже меч. Никакого пассивного восстановления здоровья не будет. Только нужно бить крипов под Люцианом крипов. Вот сейчас очень жестко можно было бы боссов байтить, если бы побежал сюда Люциан. И за ним сразу Жарван. Вот сейчас, кстати, интегрейшн немного дает боссу информацию о том, что... Да, своими движениями. О том, что здесь находится Мерал. И очень зря. Надо было входить и бейтить. Надо было входить и драться просто. Не, надо было входить, а потом неожиданно начинать драться. Ну да, да, да. Но ты просто идешь на линию как идешь, а потом начинаешь просто в требуше драться, размениваться. И если бы босс выставил крюка свой, закинул бы в интегрейшн, пришлось бы скачок от Жарвана прожимать. А без скачка уже такое. А без скачка, да, уже линия до свидания. Но он с левел 2 взял быстрее, естественно, потому что экспаунился. Подзвонил Вайлд Ферри от одного миньона. Окей. Один килл у веги есть. Босс уже без своего зелья. Без своего зелья, но интегрейшн сейчас как минимум 2 тика должна выявить, потому что прекрасный трейд от босса был. Ой, Вайлд Ферри хорошо поддожжет. Но на второго уровня всего, а Номанс? Ну там еще пачка крипов огромная у Номанса по Вайлд Ферри играет, поэтому трейд абсолютно невыгодный. Она хп очень много потеряла играть. Много рэнжей, там 5 или 6 рэнжей настреливали. Да. Знаешь, милишники, это не такая большая проблема, их можно поддожить. А вот рэнжи с тачанкой... Ну и типичный ганг, когда Номансик на верхнюю линию по топеру помогает своему боссу переигрывать. Тачанку надо зафармить перед смертью, интегрейшн не успела ее набить. И в итоге Анонансик, конечно, с красным усилением... Пытается катить интегрейшн, но здесь не получается. Нет, ну тут без шансов. Там босс и не подставлялся, удождался момента. На боте Триана погибла. Скачок прожимает, исцеление не прожимает. Интересный момент. Пачка огромная теряется. Со сносом Номансом. Да, 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 да. Это прикольный момент. Кстати, прыгает вперед в ЛФР. Я хотел сказать, да. Может сработать, но... Но нет. Ну или не может. Ну, в общем, доминация пока везде идет. Все, кроме Триггерит, погибли по разу. Знаешь, очень обидно за интегрейшн тоже в этом моменте. Сколько золота ульцан? О, без понятий. Ну там пачка крипов не идет. Ее не задавят. Она сейчас зафармит. Знаешь, вот именно вот Анонансик показывает, почему... Джангеры просто хейтят топ, Юрий. Что в Сулку происходит, что в проиграх, то же самое. И опять, ну что это происходит? Как отыграть? Дайвит интегрейшн, Ананасик спокойно справляется. Хороший, кстати. Пилар был от него и подкинул к себе. Этого лица она отпускать интегрейшн не хотел. Ни в коем случае. И вот мид бот умирает 1 на 1, 2 на 2. А на топе и с них сидит. Да, и пока Джарван ничего не делает. Погибнув в начале. Достаточно пассивная игра. 5-0. Пластины крутятся, Дмитрий. Золото зарабатывается. На верхней линии сейчас вторая пластина упадет. На миде пока еще нет. На нижней линии одна. Кстати, подходит Мерао. По боссу можно будет сыграть. Здесь есть хукшот. Да, не особо получится. Возможно, стоило не из Требуша выходить, а обойти. Просто с реки выйти. Попробовать закрыть. То есть, хп фулл было. Можно было и босса, и по ананасику сыграть. Скачки хотя бы поубивать. Так-то они совсем остались живые. И Тяма покупает босса. Опять влетает Вайлд Фэйри в Зигса. Пробивает его немного, но Вайлд Фэйри теряет больше. Жесткий перефарм. 33-11. Шестая минута. Там, кстати, межа и у Гаджета появляется. Уже три дика на нем. Три стака точнее. Ой, Вайлд Фэйри пытается по-новому поиграть. Кампу пищу. Ой, Мирал зафлэшила кампу со скачком. Но Вайлд Фэйри пытается по-новому заиграть с воспламенением. Не удалось. Ананасик рядом. Есть скачок у Катарина. Хороший пилар. Кстати, отфлэшилась от кометы. Если бы чуть позже, комета бы надоела. Это Катарина. А если бы кометы не было, то обязательно нужно было нажимать флэш. Мирал сейчас смогла, кстати, убийство для своей команды заработать. Она делала камбу, выбивая скачок из Номанза. И она пыталась запредиктить, прожать скачок, подкорректировать свою камбу. Но слишком рауна его поражала, поэтому только рывок произошел. Снос работает на нижней линии тоже. Падает вторая пластина. Нужно быть поаккуратнее. И хук прекрасный от Сантоса идет по триане. И еще одно убийство Вега зарабатывает. Подходит Мирал. А ну он даже без третьего удара. Да, и там давил Блицкранка. А вот Гаджет, кстати, сейчас может... Ананасик жестко топ давит. Но с Трандлом с таким, да, лучше не драться. Там Молд Куфилда есть. Там дэмэджу нереальное количество у этого тролля. Со сносом по вышкам работаю. И на боте, и на топе. Вообще все со сносом, да, так я понимаю, играют? Да. Инстант-то просто погибает. Триггер? Ну да, нужно быть поаккуратнее. То есть Мордокайзер, он такой герой. Там можно кушку нажать, два раза ударить, а потом встретил удара просто шотнуть. Да. Да, там, конечно, да. Ну там В-Макс, да, скорее всего? Да, да. В-Е, ничего там особо не изменилось у нас. Хотя, знаешь, там многие по-разному играют. Некоторые вообще с пушинкой. Те самые единичные случаи Мордокайзеров, которых ты встречаешь, иногда бывает и мы с пушинками играем. Вот здесь вообще темная печать была для того, чтобы по-быстрому ее превратить в межай. Девять стаков пока наскребли. Вышпунь там уже очень... 65 АП уже дает. Да, вышпунь сильно пробит. Сапог появляется. Уже теперь мобильный Мордокайзер. Скоро появятся еще и скачки. На боте прям суперопасность у МФК. Ну а на топе не суперопасность? Ну на топе там блесник сидит, там без шансов уже. Да там и без лесника уже без шансов. Но уже без лесника, да. 1-0-2. Шинок Тиамат. Это прям самые крутые предметы базовые для Камилы. Она получает и проказ сильный, и от пуш с Тиаматом уже идет сильный. Да. На восьмой этой минуте счет 8-0. Запушивает дальше Номанс. Подходит Триана, подходит триггер. Скачка нет, но кушка мимо. Хороший взрывпакет от себя Номанс закинул. Такой мини-скачок для него. Да, залетает. Водовод только попадает, кстати. Да, Ананасик подходит еще рядом со скачка. Босс прекрасный. Двоих, двоих станет. Босс. И надо агро, надо агро снять. И снимает агро, и босс погибает. Но это минус 3, это минус 3. Босс пожертвовал собой ради трех убийств. И вышку сейчас на мине еще заберут. Там снос, я так понимаю, от Номанза рабочий. Можно будет его потихоньку забрать. Хороший был крюк со скачком. Ну, босс... Было бы удивительно, если босс эту механику как-то зафейлил. Слишком много игр на этом чемпионе. Пока все под контролем. Да, и взрывпакет, естественно. Номанз даже не взрывал. Вышку сразу, чтобы подфризить еще на одного минючика, чтобы он погиб. Вот и горный дракон, кстати, прекрасный для веги эскадрон появляется. Они как раз вышки очень быстро пушат. Много сносов. И горный дракон еще в этом плане будет очень сильно... Ну, быстро он разгоняют игру. Когда линии выиграны, то можно игру... Да, вот и дракон с мордокайзером. Сейчас вышка-то один уезжает. Можно даже на Т2 попробовать заехать. У них, возможно, еще один снос есть. Санта-Сима. Хук такой себе был. Может быть, чуть-чуть надо было подождать. Сейчас, знаешь, тут снос не определяет уже дэмэдж повыше. Почему? Потому что урона так много, что снос он, ну, как бы... Но, это значит, недооценка сноса. Чего? Недооценка сноса. А он теперь состаршиваясь с этим... С горным драконом вообще. Там еще дополнительный дэмэдж будет закидывать. Он килл дрэгон блю миньон, понял? Айнира. Хороший пилар, мераузер, просто заставил застрять. Ульта бродокайзера. Это минус мераузер, мераузер, 12-1. На миде большая пачка, я так понимаю, сейчас века туда передвигается. Но он хорошую пачку подводит на топе вышка, потому что вау уезжает. Сместилась интегрейшн с верхней линии, и мид потихоньку падает. Танкует кто? Танкует Санта-С, что ли? Или кто-то там танковал? Мерау танкует. А, да-да-да. Дух Мерау танкует, который забрал гаджет своим ультимейтером. 13-1 заходит на Т3. Буллет тайм, неплохой по ананасику. Кстати, но поздная комба, однако забирают ананасика. И гаджет, и гаджет со скачком, но он пока выходить не хочет. По интегрейшну хочет поиграть со скачка. Не взорвет ее там, не взорвет. КП достаточно количества осталось. Да, фейлот фейр его дочизила. И там гаджет сейчас еще умрет. Там еще гаджет сейчас умрет. Его не должны отпускать. Подходит Триана. И гаджет тоже не уходит. И гаджет погибает еще. Размен 3-0. Вот этот момент был очень неприятный. И у Вега-Сквадрон сейчас хотели со сносом, с большой пачкой, зайти на мид, ее забрать, ее уже там, возможно, в ингибитор постучаться. Но хорошую позицию Триана заняла. Ультимейт там всю пачку заклировал. Плюс еще комбай от Мирау была неплохая. Да, чуть-чуть там поздняя, но в целом все она неплохая. Забрали ананасику, он скачал. От Мирау надо было давать комбай, флэш, катаклизм, и Триане флэшули. Но она, нет, подожди, она и так нормально там зацепила. Если бы она поближе подошла. Ананасику, да, уже пришлось немножко под шаг делать для того, чтобы закинуть пилар. Он, кстати, прослакал тоже ананасик. Видишь, он пилар поздний, он уже под конец стиков поставил. Поэтому вся пачка завывклировала. Вот это ребята почему-то не прочитали. Вега-Сквадрон там должен был либо Блицкран где-то с Хуком стоять, чтобы МФ-ки быстро от ульты избить, либо Трандл должен был откинуть пилар. Такая ошибочка, которая сейчас проиграла. Так, флэш ульт можно дать за Блицкран, он прерывает же. Да, а кстати, гаджет-то все стаки потерял, Юрий. У него же был межайтер, остался один стак. Он выходит у нас в зерот портал, то есть это прям такой фаст-пуш, но этот фаст-пуш только что обломался на центральной линии. От Герольда все не было. Да, теперь с Герольдом, конечно, на мид можно будет прям хорошо заехать. Как Печкин, знаешь, говорил, Кристальон, что я злой почему был, у меня велосипеда не было. Сейчас есть, поэтому я добрый. Здесь то же самое с Герольдом, пуш обломался, но когда Герольд разгонится и ударит вот эту Т3-вышку, она, по-моему, инстантно упадет, да, у нее меньше половины хп. Ну, практически инстантно. Ну, где-то так, да. Т3-вышка, кстати, попытается заклилить у крипов на центральной линии. Сейчас бы нужно сгруппироваться в АЕВИКСе, самую эту пачку защищать. Потому что, а Герольд, подожди, Герольд не... Чуть больше половины. Герольд еще не призвали, а почему сейчас? А вот без Герольда-то сложновато будет зайти, хотя поддавлют, поддавлют. Да, вообще это достаточно простовато учит, потому что там Зигс взрывает. Да, там и снос прокнул сверху, еще взрыв-пакет заехал от Зигса. И в итоге вышка упала. Но Герольда, я так понимаю, на вторую сторону не хотят оставить, правильно? О, слушай, Герольд, Сантос, неплохо. Три она пытается выйти, мы летаем, всего два. Тика прошло, это минус триггерит, погибает триггерит. Номанс, ультит, можно, по-моему, доиграть, доигрывает, это минус четыре. И здесь с Герольдом можно уже и заканчивать. Герольд у нас танцует нечасто, но это, возможно, будет та игра, где его танцы будут прям максимальной обниматься. Это правда. И появляется Интегрэйшн, Три она тоже, будут потихоньку эту вышку дефить на Ультимейта, у Миста Антона уже нету, Интегрэйшн погибает. Нет, Герольд! Нет, пожалуйста, нет! Нет! Герольд погибает, Дмитрий. Нет ничего прекраснее, чем танцующий Герольд при победе. Забирают Аранасика, забирают Гаджета, забирают Сантоса, но игра вот таким вот образом заканчивается. Дмитрий, я даже забыл посмотреть, сколько она длилась. 13 минут? Примерно 13 минут. А есть? Вообще в истории киберспорта такая быстрая игра. Ну, это статья, вон там нужно посмотреть, которую писал аналитик команды Гамбит. По самым быстрым играм вообще, я так понимаю, за всю ту историю. И там все тайминги есть. И он еще потом игру ЕПГ против Виктис тоже там сравнивал, там говорит, что это какое-то местное. В общем, да. Те, кого интересуют такие аспекты, зайдите в паблик. Каталитику Гамбит. Там все есть, там все есть. Вегас-квадрон, конечно, за три-харт делал. Знаешь, вот, я не знаю. Интегрэйшн пришла на топ, и просто там сидит лесник. Ну, как это играть? Или как это играть? Колесник all-time на топе сидит. Да никак. Играть действительно очень трудно. Предыдущая игра Интегрэйшн в ней немного так посияла. В этой игре, конечно, вообще шансов не дали. Но, Дмитрий, это ошибка чья? Сама Интегрэйшн могла бы лучше сыграть. Как на первом уровне пойти и не давать понять, что стоит тотем? Ну, видно же было, что босс не рассчитывал, что там стоит тотем. Верно или нет? Ну да. Можно было побайтить получше, а там босса можно скачок выбрать. А где скачок выбитый, Дмитрий, там уже и... Там все равно лесник придет. Да. Там все равно ли пришел бы ананасик и тусил бы. И давил, и вышки забирал. Ну и на боди, да, вот этот мартакайзер, конечно... Дмитрий, ты как-то тленно говоришь, как будто лучше ничего не делать. Нет, ну просто, знаешь, это ничего бы не поменял. Даже если бы они там босса убили. От того, чтобы убили бы босса, лесник бы меньше на топ не стал бы приходить. Это правда. Так что в этой игре у Интегрэйшн была участь как раз-таки типичного топера СЛК, где лесник сидит вражеский только у тебя на линии. А твой лесник не сидит. А твой лесник не сидит, и при этом твои соло-линии тоже еще проигрывают. Ну, другие линии. Один на один, да. Мид и бот. 1-0, Вега-Сквадрон берет первую карту, дамы и господа. И мы уходим на небольшую паузу, после чего обязательно продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok